Ну, мораль, она всегда была, так сказать, она была разной, не существует единой морали, но есть единственная, на мой взгляд, мораль. Она записана много веков назад в книге под названием «Новый и Ветхий Завет». Это некий свод законов и правил, по которым должно существовать любое общество. Если мы не… Закон – это да, закон само собой, но внутренний закон, он важнее всего остального. Если человек безнравственен и аморален, он может соблюдать закон, но от этого он не станет человеком. Это будет некое существо, так сказать, подчиняешься неким законам, потому что за ним сразу последует наказание. В чем отличие морального закона о том, что наказание это придет, и обязательно оно будет гораздо страшнее, чем там 10-15 лет тюрьмы. Сегодня это так называемые западные либеральные ценности, ну, правда, не приемлю. Хотя, по-моему, Черчич сказал, что демократия там дерьмо, но лучше почему-то никто не придумал. Но дело не в этом, там есть те демократические ценности, которые пытаются сегодня нам внедрить. Они чужды для нашего менталитета, они и в искусстве для нас чужды. Показать голую задницу, да, это у них новаторство, там еще чего-то, значит, изгаляются как могут. И поэтому мораль является основой. Что для этого нужно? Опять же говорю, должна быть идеология. Она должна быть общечеловеческой. Основанных на вечных и незыбленных истинных заповедях. Я сейчас говорю о светском государстве, я не призываю ни к чему. Но потому что там все, весь этот кладезь коммуникации между собой и людей в обществе, там все есть. Продолжение следует...